Разнообразие направлений туристической деятельности на Брещене давно не новость. О потенциале Брестского края говорить не приходится. Красноречимым подтверждением тому является повышенный интерес зарубежных гостей. Далеко идти не надо. Мемориал Брестская крепость героев год в среднем принимает 400 тысяч посетителей. Это один из объектов интереса. На семинаре при парламентском собрании участники обсудили перспективы развития туризма Брещены на примере национального парка Беловежская пуща. Тема многогранна, потому российская и белорусская стороны всесторонне рассмотрели вопрос. Сегодня Брестская область может предоставить всевозможные виды туризма. Патриотический, исторический, информационный, этнографический, культурно-познавательный, агротуризм. И это не полный перечень. Заинтересованность в посещении Брестского края есть. В 2015-м доход от туристической деятельности составил 12 миллионов долларов. И эта цифра не рекорд для Брестской области, убеждена белорусская сторона. Эти вопросы как раз будут обсуждаться, они уже обсуждаются. Ну, я скажу, что есть и вопросы, естественно, которые связаны с визами. Это упрощение визового режима, это прежде всего. Это большая, наверное, информированность населения Республики Беларусь, скажем, и России в рамках союзного государства. Ну, и, естественно, мы должны делать, это хорошая идея, создание единого пространства туристического Беларуси и России с созданием таких союзных брендов, которые будут действительно востребованы. И это в рамках всего союзного государства. И они, естественно, привлекут больше туристов. Тенденции проблемы рынка туристических услуг в союзном государстве, особенности законодательства в этой сфере, потенциал индустрии, эти и другие вопросы были выдвинуты для обсуждения сторонами. В рамках встречи обсудили возможности создания новых направлений, таких как, например, гражданско-патриотические маршруты и слеты для привлечения молодежи. О том, что финансирование такого рода проектов потребует немалых вложений, говорить не приходится. Правильный подход к делу – вот задача на ближайшее будущее. Мы надеемся на то, что будет, может быть, создано какое-то координационное сообщество, которое, как минимум, выработает совместные маршруты. Мы делаем очень большую ставку на создание патриотических маршрутов, исторических маршрутов, историко-патриотических, образовательных маршрутов, которые помогли бы нашим детям сохранить всю ту историю, которую, как минимум, помним мы на сегодняшний день. Итоги заседания семинара будут зафиксированы в официальном документе. В нем будут изложены рекомендации заинтересованным госструктурам, министерствам и ведомствам Беларуси и России, которые помогут активизировать и укрепить сотрудничество в сфере туризма. Настолько тесно увязанные вопросы, настолько они интересны для экономики, для развития каждой страны в отдельности и союзного государства в целом, что я полагаю, вот этот семинар, знаете, он один из, наверное, наиважнейших среди тех, которые в последнее время проводило парламентское собрание. И я очень надеюсь, что те решения и те предложения, которые будут выработаны в ходе обсуждения в процессе этого семинара, действительно будут потом положены, знаете, не просто на полку, как вот состоявшиеся мероприятия и вот с выработанными решениями, а что эти решения лягут в основу уже реальных действий.